Во времени суток. Сегодня мы с вами вновь на Ким-МЗМА ЗЛК. И сегодня нас туда привел юбилей главного конструктора МЗМА ЗЛК Александра Федоровича Андронова, которому в этом году исполняется 110 лет, 27 августа. Этот человек всю свою жизнь посвятил автомобильной промышленности. Под его руководством было создано огромное количество автомобилей, как вставших на конвейер и знакомых нам, так и большое количество экспериментальных. Более подробно о автомобилях, выпускаемых на этом заводе, именно историческом месте, где был основан завод, вы можете посмотреть в моем плейлисте «Москвички МЗМА ЗЛК». Там есть разделы 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы. Также дизайн автомобилей «Москвич», двигатель автомобиля «Москвич». И так как сегодня у нас юбилей главного конструктора МЗМА ЗЛК, то также хочется упомянуть о том, что этот человек внес свой вклад в строительство таких заводов автомобильных, как «Запорожский автомобильный завод». Все помните, что он начинал, начинался с так называемого «Горбатого Запорожца», разрабатывался как «Москвич 444». Также участвовал в закупке оборудования для изготовления автомобилей ВАЗ-2101, да и строительства, соответственно, Волжского автомобильного завода. Также он передавал оборудование на Ижевский автомобильный завод для производства автомобилей «Москвич 412». Опередная мисс святая святых завода МЗМА ЗЛК. Опытно-конструкторский цех. Мозаика. И вход в сборочный цех, цех-шасси. Александр Федорович Андронов был невероятно одаренным человеком. Прекрасно умел рисовать, чему он научился, развивая дизайнерский цех, так назовем, наверное, развивать дизайнеров ЗЛК, и вместе с ними он ездил на занятия в Строгановку. У него есть потрясающие картины. Просто, честно говоря, невероятные. Также у него есть ряд воспоминаний под общим названием «Думай о труде». Люк 68-го года. Год реконструкции МЗМА ЗЛК. Кстати, из воспоминаний Александра Федоровича Андронова, когда снимали с производства автомобиль «Москвич-403», то Александр Федорович предлагал передать документацию и прессовое все оборудование на какой-нибудь другой завод, потому что прессовые клише были абсолютно неизношены и новые. И этот автомобиль можно было еще производить на некоем заводе достаточно долгое время. И в конце этой аллеи мы уже никогда не увидим цех экспортной продукции. Цех, где подготавливались автомобили, отправляемые на экспорт. А вместо отдела сбыта, вот эти вот три жилых дома. Александр Федорович Андронов очень гордился разработкой в кратчайшие сроки двигателя для «Москвича-412». Это был передовой двигатель, который, как мы с вами помним, знаем, с модернизацией, конечно, прослужил долгие годы. Ну, а вот и экспортный цех. И памятник работникам завода. Состояние, конечно, плачевное. Но тут, честно говоря, многое так выглядит. За время своей работы на МЗМА, ЗЛК, Александр Федорович Андронов перенес два инфаркта. И уже опасаясь третьего, последнего инфаркта. Если я не ошибаюсь, в 1972 году Александр Федорович Андронов ушел на почетную пенсию. Ну, а когда Александра Федоровича в 2000 году не стало, а это у нас произошло 20 августа 2000 года, то заводу оставалось, как мы помним, еще год, и он ушел вслед за Александром Федоровичем. Ну, а вот и памятник работникам завода. Только, по-моему, я сейчас немножечко огорчусь. По-моему, металлические части были сняты. Так точно. Нету памятника. Здесь были металлические пластины. Печально. Очень печально. Остались еще пока чаши, помнящие лучшие годы. Ну, конечно, раздербаненный памятник меня сейчас очень сильно огорчил. А на этом месте находился цех литья, построенный в 1948 году. По моим прошлым видео вы можете это все видеть. Это у нас химическая лаборатория была. Большое вам спасибо за просмотр. И до новых встреч. До новых встреч. Вселенная на Логике.